Сейчас я говорил, что я должен таблетки принять с утра, но у меня нету, что я паразит и мерзкий. Смотрите, короче, это вот мой любимый художник. Ну, так, я сам не ожидал. Короче, одна, ну, девочка, давно во дворе, когда я рисовал, обучал детишек рисованию мелками, бесплатно, своими руками. Она просто, чтобы помочь мне хоть чем-то, отблагодарить, взяла просто вот это вот, распечатала пейзаж. Сейчас она, сейчас, ну, она из богатой семьи, там, ну, короче, это, она живет с отцом, я думаю, она живет с отцом, и она, у нее будет нормальная семья, более-менее. Хотя, гораздо лучше, чем если бы она жила с мамой. Да и любого, кто живет с отцом, с мамой, лучше будет, лучше вообще жизнь складывается, я заметил, чем. И все вообще складывается, и они более жизнеспособны, чем те, у кого, кто, у кого воспитывал только маму или только отец. Ну, смотри, какой отец. Я бы вот воспитывал своих детей, я бы никогда на них не кричал, разговаривал бы с ними. Не так, как я разговариваю с вами. С вами я разговариваю как, ну, как идиот, да, там, ну, как вообще полный, вообще идиот, недоразвитый, там, не знаю, даже слов не придумать, кто. А с детьми бы я реально нормально разговаривал, и без камер, ну, или с камерой, я бы, нет, ну, короче, какая разница, я бы просто нормальными вещами разговаривал и учил, я бы даже не разговаривал, просто молча рисовал, они бы вдохновились стать художниками. Я бы работал, я бы, когда в саду бы мы работали, им бы нравилось работать, потому что я сделал бы так, как работал, я бы не ругал их никогда, потому что меня всегда ругали, когда я что-то сделаю доброе, меня всегда ругали родители. Мама, бабушка, они всегда орали, они какую-нибудь песчинку замечали. Я сделал, допустим, самостоятельно эти, для белья на балконе, самостоятельно сделал, с шфабры, пока мамы дома не было, потому что она все контролирует, там, контроль, жесткий контроль, склонны контролировать. Моя бабушка и мама, как сами знаете, кто. Знаете, кто еще любил контролировать людей? Только вот моя бабушка, невозможно было, я когда не был их дома, я сам создал, я был склонен созидать, создал. И это вот для белья, которое я в детстве, в детстве создал, в детстве, оно до сих пор там, мы переехали из той квартиры, оно до сих пор там осталось. Представь, они сушат белье, это служит людям. Но, увидев песчинку какую-нибудь маленькую, они просто раздражаются и орут тебя, бьют. Такие вот, в простых русских семьях родители. Эх, просто они, просто мы живем в нищете. Здесь запрещено об этом говорить, сразу ты. Говоришь о том, что ты, а что ты говоришь против правительства? Нет. И тут, я тебе хочу, видео включи, где там бабка, короче, говорит. Я люблю Путин и все наше правительство. Бабка такая с белыми волосами, с крашенными губами. В разрушенном, в разрушенном дворе, как будто после войны какой-то ты вор, блин, обвален там все, дорог нет. И она такая, ее спрашивают, как вы относитесь к нашему, блин, я люблю Путина и все наше правительство. Короче, ребята, все. Мне нужно сейчас налить кофе в эту курочечку. Чайную ложечку кофе, кипяток. Зачем я все это записываю, если я только позорюсь этим себя? Смотрите, у меня идеальные зубы. Они белые, даже после того, как я... Даже если я пытался бы покурить, когда я пытался курить, у меня все равно были белые зубы. Когда я пил кофе 10 кружек в день, был такой период. Из-за травмы, полученные в Москве, в 2014, в 2015, в 2014, в 2014, в 2014, в 2014. Короче, зубы идеально белые, даже фото, я даже могу, могу, короче, взять специальную керню, что такое сделать. Если бы у меня был фотоаппарат нормальный, если у кого есть фотоаппарат, вы можете просто прийти. Я побреюсь, и, короче, смотрите, я выпью 10 кружек кофе, чая, там, кого-нибудь. Знаешь, ну, то, что зубы делают от желтыми. Даже, даже, даже сигареты возьму, возьму, не буду затягиваться, чисто так, зубно, чтобы на зубы попало вот это вот сигаретное. Хоть пачку целую, и вы на свой суперфотоаппарат, на большой, заснимите прямо, прямо в реально, это все прямо в реальном времени будет. И вы заснимите это на видео, и у меня будут идеально белые зубы, идеально белые зубы. Я хочу, чтобы это увидели ученые Китая, там, или Америки, чтобы они после смерти взяли меня, образцы моей генетики, чтобы... Хотя, я не знаю, если будет какое-нибудь достаточно идеальное общество, то оно возьмет образцы генетики, чтобы у людей были такие же зубы, как у моей бабушки, как у меня. Но капиталистам это не надо, в капиталистическом обществе, как они будут наживаться. На этого чела я похож только, только ни одна девушка, а он цветы ей подарил. Я тоже дарил цветы девушке в Москве, только я жил, был здесь, а я подарил ей через свою знакомую, которая разочаровалась во мне потом, потому что я нищий художник. Она называла меня убогим. Я сам себя называю убогим. Серовин Саровский называл себя убогим. И что он говорил? Радость моя. Теперь это все обошлили. Блин. Я купил лекарства. Спасибо за ваше деньги, но качество этих лекарств очень ухудшилось. Оно ухудшается. Оно, к сожалению, ухудшается. На глазах. Я даже не знаю, как мы будем дальше жить. Либо изменим эту систему, либо так и будем дальше. Дальше мы будем просто отраву какую-то вместо лекарств принимать, сразу задыхать или через несколько лет. Платить за это огромные деньги. И нам еще будут рекламировать, что это правильно. То, что мы... Все к этому идет, короче. Это просто кошмар. Предыдущий транк, он был, хоть и некачественный, но он хоть был, хоть помогал, хоть реально. А это... Я не знаю, это просто какая-то гадость. Я не знаю, что они сделали. Там действующее вещество, типа, то же самое. Но... Это просто какая-то гадость невыносимая, от которой ничего вообще ты не чувствуешь. И которая даже хуже как-то ты себя чувствуешь. Ты просто чувствуешь себя... По-моему, они просто взяли самое дешевое, что только могли найти, какое-то сырье просроченное. И туда запихали и выпустили. Потому что кто мы такие? Кто они и кто мы? Че им еще церемониться? Никто из вас даже слова не вякнул. Только я один говорю об этом. И вы меня считаете трусливым, да? Я показываю свое лицо, я трусливый, да? Я говорю о проблемах общества, я трусливый, тряпка, да? А вы не тряпки, вы не трусливые. Вы разрушаете искусство, вы разрушаете художников, вы смеетесь над художником. Вы... Я это говорю не о тех, кто задонатил, не о тех, кто поддерживает просто морально. Точнее, не о тех, кто просто морально меня поддерживает. Задонатили мне вообще один раз только, когда у меня весеннее обострение началось, я крайне был этим удивлен. Я... Сейчас я хочу отчитаться, смотрите. А, я там скидывал ссылку. 48 рублей от Валерии Евгению на Е. Как художник, художнику на лекарства. Спасибо тебе огромное. Перевод 1000 рублей от Евгении Дмитриевич К. Сообщение от Евгения на творчество. Это просто... Я не понимаю. Я не мог поверить, я думал, это тролль. Я не мог долго поверить. Он сочтен... Он первый мне написал. Он где-то... Он как-то меня нашел. Он первый мне написал. И он так писал такие... Ну, комплименты моему творчеству. И это... Ну, кто-то, какой-то творчеству. По рисулькам в моем мазне. Я не мог поверить, что это... Я думал, что это тролль. Реально. Я не знаю вообще, что он во мне нашел. Тысячу рублей. Чекай себе. Это зарплата. Целая зарплата. Это целая зарплата в Москве, которую я зарабатывал, работая на двух грузин. Хорошие люди были. Один из них... Правда, у них шутки были жестоки слишком. Работая по франшизе пенсе. И то я тратил деньги на дорогу, на все. Но я, кстати, тысячу рублей этих еще не потратил ни на что. Потому что мне нужно ездить... Нужно в Красноярск. За лекарством здесь не продают. Я потрачу на лекарства. Я отчитаюсь перед тобой. Перед всеми. Даже перед теми, кто меня ненавидит, поносит. Я все выкладываю. Я всю жизнь выкладываю свои рисунки бесплатно. Всю жизнь. Никогда я не просил денег. Мне казалось чем-то низким. Но вот случилось весеннее обострение. И я... Я осознанно это сказал. Признался. Как трусливый. Ничтожество. Признался. Нашел в себе силы. Признался всему... Всему токсичному обществу, что... У меня весеннее обострение. Я... Это смелый поступок или нет? Как ты думаешь? Вот в провинции, токсичном обществе, где на тебя пальцем будут показывать и говорить, а это сумасшедший дурачок. Он признался. Безусловно. Я трусливый. Ничтожество и тряпка. Мазюкалка. Мазней занимаюсь. Безусловно. Детей... Детей, возможно, защитил от войны. То, чтобы они на войну пошли, чтобы им лицо разорвало. Та тетка, которая меня поносила, ругала и которая так разрушила мое здоровье своей ненавистью, что у меня теперь хронический кашель. Вот у меня хронический кашель будет в старости, я буду подыхать. Она пнет меня, увидев, скажет. Она скажет... Ее сын вырастет. Она пнет меня. А потом она скажет сыну, а вот война. Иди на войну, иди военным. А он скажет, нет. На стене в детстве я видел рисунок, как пуля. Рисунок в стиле наивного арта, примитивного, но образного, очень символического. Буквально... Разве это не шедевр, если ты буквально надписью над полуразрушенной стеной, дорисовав там глаза ребенка и слезы, надписью написал not war, и ты ребенок интуитивно поймет, что на войне тебе может лицо разорвать разрывной пулей, что не надо на войну идти. И он скажет... Она пнет его, и он меня пнет. Я попрошу, пожалуйста, накормите меня. Я умираю. Они скажут, пошел вон, бомж старый. Надо было... Это ты рисовал, что ли, вот это на стене тогда? Еще пнут меня по голове, по лицу там. Я слепой. Не притворяйся, скажут. Не притворяйся, покажешь справку. Извинюсь. Вот так вот они говорят, жестокие люди. Которые не могут поставить себя на место другого. Ну ладно, неважно, бог им судья. Но ее ребенок скажет, вот этот рисунок... Я не хочу... Я в детстве видел этот рисунок, или он бессознательно видел, и ему запало это в душу, что если ты пойдешь навоевать в чьих-то интересах, как обычно, кто-то обогатится, то представь, что тебе пуля разрывная прилетит прямо в лицо. И вот в этом стене этот рисунок, он намекает буквально крайне легко и намекает на это. Причем никакого трэша там нет. И неужели это не искусство? Неужели это не искусство? И никто никогда меня не возьмет ни в какой гараж, ни в какие частные галереи. Никто никогда не скажет, что это искусство, потому что я простой русский человек. Посмотри, у меня голубые глаза, у меня пепельно... У меня седые там, на самом деле, уже волосы, потому что я пережил много. У меня борода обычная. Обычный русский человек. Что бы я ни нарисовал, что бы я ни сделал, никто не оценит. Потому что я простой человек. Есть высшие, у них своя там лобби, свои касты. Они своих берут, меня не возьмут. Я действительно умру ничтожным лобжом. И эта тетка, которая меня поносила. Я выложу видео. Короче, я подробнее вам объясню. Я не знаю, я объясняю просто. Если бы был собеседник, я бы ему объяснил или ей. Твой ребенок, посмотрев мой рисунок, задумается о том, что война – это страшное дело. Что на войне тебе может лицо... Ты можешь оказаться... Ну, вот этот рисунок, он это показывает, как бы там... Я говорю, сейчас еще раз покажу это. Только у меня фотоаппарата нет нормального. Желательно, чтобы какой-нибудь на хороший фотик снял. Знаешь, никакой благодарности, а наоборот, меня за это загнобили. Получается, что его мама хочет, чтобы он пошел на войну, и ему лицо развалило. И она видела своего сына с изуродованным лицом, с плачущими глазами. Ты такая добрая, россиянда. Вот такая ты добрая мама. Да, вот такие добрые. Вот с такими я сталкиваюсь. И ты спросишь, почему я стал таким сумасшедшим? Почему я был какое-то время агрессивным? Почему я пытался... Я не думал, что я пытался найти, как защититься. Я думал, как защититься, как защититься. Я годами думал, как ответить на агрессию. Мне приходилось думать... Я настолько тупой, что мне приходилось думать годами. Потому что я только сердцем созидал. А умом я не думал, как обзывать словами в ответ на агрессию. Или как еще можно в ответ на агрессию причинить агрессию в ответ. Никогда не думал. Но потом я стал об этом думать. Знаешь что? Я очень несчастлив. Я бы хотел только созидать. Кому я это рассказываю? Кто это услышит? Меня кто-нибудь слышит? Меня кто-нибудь видит? Посмотри на мой нос. Вот, смотри. Смотри, Вованжа Джапан, да? Он нормальный чел, в принципе. Ладно. Смотри. Вованжа Пан поворачивается. Вованжа Пан поворачивается и говорит. И там такие ребята, говорят. Ну, то есть я поворачиваюсь вот так. Или как вот так. Как в том немасе. Плачусь. Короче, говорю. Смотри. Поворачиваюсь, короче, вот так. И они говорят. И там. Вот здесь, вот здесь, короче. Они спрашивают у тебя что-нибудь. Ты правда там, типа, считаешь себя художником? Я такой. Сейчас, сейчас. Нужно волосы. Водой. Чтобы это. Как вимасе. Все равно не получилось так, как-то. Короче, смотрите. Ты правда считаешь себя художником? Да. Так. Они спрашивают. И ты правда считаешь себя художником? Или что ты действительно спас ребенка от войны? Что он не с разорванным лицом вернется с войны? А он вообще не пойдет на войну? Или сбежит этого? И тебя за это поносила мать его? Да. Да. С воскресательным знаком. Не знаю, может так стать. Ладно, ребят. Никакой благодарности мне не за рисунки. Ну, только благодарность от вас. Вот. За донаты я буду бесконечно вам благодарен. Я буду вас всегда благодарить. Если бы я знал ваши фамилии. Там просто фамилия не высвечивается. Я бы фамилию назвал вам, видимо.